Турнир назван в честь курсанта военной академии Дмитрия Гвишиани, который 28 августа 1999 года погиб при тушении пожара железнодорожного состава. За исключительную отвагу и личную храбрость, проявленные при спасении людей, 20-летний курсант был посмертно награжден орденом за личное мужество. По инициативе его родителей кубок под таким же названием ежегодно вручается на турнире лучшему бойцу-военнослужащему. Родина, город Брест, помнит о своем защитнике, погибшем в мирное время. Наш сын Брещаин во втором поколении. Мама здесь родилась, и сын Дмитрий Брещаин во втором поколении. Я себя тоже считаю Брещаином. Я приехал в Брест в 51-м году. Мой отец, полковник Гвишиани, после войны, после окончания военной академии попал служить в Брест. Организаторами соревнований выступили Управление спорта и туризма, и Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облсполкома, областная организационная структура, Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо», городской и областной комитеты БРСМ, представители которых присутствовали на открытии турнира. Одним из главных аспектов рукопашного боя является возможность защитить себя и других людей. В случае нападения знание техники позволяет эффективно отражать атаки и обезвредить нападающего. Кроме того, рукопашный бой может помочь предотвратить ситуацию насилия или даже спасти человеческую жизнь. Наш сын в школе ходил в некоторое время, когда учился в 10-м классе и в 11-м, ходил на рукопашный бой. И то, что, конечно, спортсмены, которые занимаются довольно серьезными видами спорта, как рукопашный бой, это ребята, которые всегда готовы выступить на защиту более слабых. Потому что это спорт мужества, раскрываются все качества. Опять же, на тренировках, когда выкладываешься, то все свои проблемы оставляешь в зале и в груши, или в сопернике. Но в любом случае это все по-дружески и вообще нужно для саморазвития, я считаю так. И я пришел для этого. Планы, опять же, выложиться на все 100%, оставить все свои проблемы в ринге. Все. А победительнейший? В соревнованиях участвовали 8 команд. Это представители различных школ единоборств, клубы из всех областей Беларуси, сборные команды силовых структур, в том числе курсанты военной академии. Соревнования проводились в рамках чемпионата среди взрослых по международным правилам. Бойцы в группе 18 лет и старше выступили в 9 весовых категориях. Сильнейших спортсменов среди юношей 16-17 лет выли в 7 весовых категориях. Турнир является мастерским. Он находится в календаре республиканских мероприятий. Он занесен в классификацию. Это открытый чемпионат области. Это официальное соревнование. Поэтому здесь выполняются разряды и так далее. Здесь есть люди, которые 18 и старше. Кто-то в 18 лет, а кто-то тут 35-36. Есть такие. Для меня лично, ну как бы это часть моей работы профессиональной, которой я занимался во время службы. На данный момент я не занимаюсь непосредственно этим видом спорта, но все равно в виде наборства в карате. Но это да. Это 20 лет назад мы начинали турнир. Я лично был первым главным судьей. Так до сих пор пока и продолжаю. Поэтому это как бы да. Пока жив, как мне говорят в управлении, пока жив, будешь работать. Ну, во-первых, это действительно вид спорта для мужчин. Потому что время нынче такое, что физическая подготовка, она очень важна. Необходимость. И здесь не только физическая. Здесь и психология. Потому что выйти на площадку, драться, это, в общем-то, не каждому дано по своей жизни. А здесь люди продолжают этим заниматься. То есть те, кто нас потом защищают. Мы их защищали, и они будут. Виктория Гапутина, Эдуард Покунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.